Хейо, гайз, с вами Шимики, и сегодня мы поиграем в игру под названием Баксбани. И есть один очень большой нюанс. Наверное, вы заметили по звуку, что у меня довольно всё херово, в плане того, что слышны задние шумы, да. Также можно услышать немного изменённый голос. А это потому, что я использую наушники, просто как, чтобы слышать игру, да. А микрофон у меня перестал полностью работать в наушниках. Вы спросите, а как же я тебя слышу и всё в таком духе? А я отвечу, я говорю в веб-камеру. Да, мне повезло, что у меня в веб-камере есть, так сказать, микрофон, поэтому мне приходится его использовать. Если я сделал, типа, мини-стеллаж, нашёл коробку, поставил её и на коробку поставил веб-камеру. И в неё, я сейчас говорю, конечно, звуки, я говорю, сразу будут очень хорошо слышны. Именно левые звуки, там, мышка, шевеление, любое шевеление, это просто звук. Поэтому погнали. Начать игру. Говорю сразу, я играю в окошки, это очень старые игры. А вот и я, солнечный берег. Эй, подождите-ка, это не похоже на солнечный берег? Неужели я опять немного промахнулся? О, посмотрите на размер этого пепелатца. Очень странно произошло, понятно, что это, похоже, машина времени. Ну, игра, что называется, потерянный времени, или типа того. Но то, что он просто нажал на кнопку, и он куда-то улетел, это довольно странно. Ладно, давайте в нигде отправимся. Ханут Чаланская. А где я, черт возьми, нахожусь? Может, обитатель этого сарая сможет ответить, что за место и как отсюда выбраться? Заходите, пожалуйста, как поживаете? Я Чатланин, я делаю посуду. Правда? Посуду? Покажи хоть одно блюдце. Ну, пожалуйста. Ну, ну, конечно. Все, что угодно для гостя. Знаешь, это хороший трюк. А это ты сможешь повторить? Эта игра не совсем мое хобби, но она уже вошла в привычку. Извините, что отвлекаю вас от этого увлекательного занятия. Но вы не могли бы сказать мне, где я нахожусь? Похоже, ты потерялся во времени, мой мальчик. Ты нигде. Это ханут. Нигде? А вы знаете, как мне вернуться назад? Куда-нибудь? Конечно, знаю. Ты должен переходить из одной эры в другую и искать вот такие символы. Они помогут тебе понять, где ты находишься и вернуть тебя обратно в настоящее. Ну, хорошо. Слушай внимательно, кролик. Найди 10 таких в конце, чтобы получить часы. Пока все, удачи. Ага, куча, Тланин. Да, вот это, конечно, язык, типа, немножечко... А что такое? Я не понял, а? Ну, типа, я не скажу, что нахачевский, но... Ну, такой голосок. Также здесь управление очень довольно тяжелое, вам скажу сразу. Так, это, если я не ошибаюсь, у нас чекпоинт. Отметка она здесь называется. Так, драться это F. Прыжок это D. S это краса. Можно в прыжке еще приземляться. U. Куврок. И, по идее, K это должно быть диалогием. Ты можешь подбирать предметы и бросать их в врагов. Ты также можешь просто подбирать их, выбрасывать или переносить куда захочешь. Да, вы сейчас правильно поняли. F. Клавишу 10 я нажимаю. Чтобы безопасно приземляться на взрывоопасные предметы, используй функцию Герой. Это сработает. Функция Герой. Это, если что, вот это. Он зацепляться не может, но нужно запрыгивать, то есть сбежать впрямик. Функция Герой. Мы можем зато по коробкам бегать, если они вдруг, так сказать, ну, если мы на них остановились. Вот то, что тут камера вообще непослушная, это я вам скажу, что. Я уже чувствую, как мне будет просто греть жопу из-за того, что игра... Да, пускай она детская. Насколько было игр, где просто из-за камеры можно сойти с ума. Используй врагов, чтобы добраться до недоступных предметов и уровней. Используй врагов. А-а-а. Да, попытайся на этот батут еще попасть. Видите, он летит не туда, куда надо. Вот если бы камеру можно было бы остановить... Было бы идеально. Ты можешь использовать молоток в качестве снаряда, но делай это быстро. Это работает недолго. Я отнимал ток, это сможет сказать кувалда. Ну ладно, зато я его получил. Так, дальше что у нас? Ты можешь передвигать предметы с помощью функции толчок. Они могут использоваться как ступеньки, чтобы дотянуться до других предметов. Ну, в основном, короче, это у нас просто обучение. Так, кнопочка действия, подожди. Хотя я и так могу... А-а-а, подожди, а как я коробочку... Да, я вам скажу, это вот... Он авто отпрыгивает. Буду надеяться, что с этих прыжков и паркура здесь не будет такого жесткого. Набегу, попробую катиться. Это тоже может пригодиться при атаке. Спасибо, Кэп, я попытаюсь это использовать. Я если что, катиться. Использую функции прыжок и удар, чтобы победить врага. Комбинирую их в остальных случаях. Это имеется в виду прыжок и эф. Вот вопрос. Вы сейчас видели? Пшшшшш. Если ты не можешь достать врага лицом к лицу, попробуй ударить его сзади. Может сработать. Можешь попробовать утомить его сначала. И когда он остановится, нападать ему сзади. Сразу отмечу, у нас всего лишь 3 хпшки. У нас только 3 хп. Морковочки я не знаю для чего. Скорее всего, просто это как контишки. Может быть я сто штуков соберу, у меня будет доп. хп. Эй, там, наверху. Что-то блестит. Почему это не озвучили. А теперь самое тяжкое. Это вот такой вот паркурчик. Но мне повезло, что я сразу запрыгнул на эту платформу. Он, походу, вперёд не летит, да? Он ровно спускается. Да, он просто спускается вниз. Чтобы не разбудить кого-нибудь, воспользуйся функцией. Тихо. Ты также можешь использовать её на ненадёжной почве. На ненадёжной почве. Вот, допустим, ненадёжная почва. Она ломается. А как узнать, что она ломается, фиг его знает. Скорее всего, нужно будет везде вот так ходить. Также враги пугаются. Поэтому лучше... Ну, типа, те враги, которые спят, им можно подойти по тихому. Если этого не сделать... Подпрыгни и нажми на кнопку вниз. Открыли чейнорой. Чтобы спрятаться под землю. Чтобы выбраться оттуда, найди выход и подпрыгни. Кнопочка вниз. А, это имеется в виду, по идее, прыжок и Р. Они... Не знаю, почему это вниз. Так, жрём морковочку. И... Морковочка в последнее здесь. Всё, если что, нас эта херня убьёт. Поэтому не рискуем. Просто валим отсюда. Херня эта ломается. ХП у нас ОК-3. Если я попадаю в воду, я сразу умираю. Но я не знаю, считается ли смерть здесь. Пока что новообучений. Но знать этого я не хочу. Быстрое передвижение? Это вот так, по катушке. Привет, пацак. Давай-ка я... Пацак. Сажаю твои достижения. Спасибо, чатланин. Ку. Ку, чатланин. Спас... Чатланин. Ага. То есть её ещё нужно взаимодействовать? Так. Эй, кролик. Найди 10 золотых штуковин. И отнеси чатланту. Он даст тебе часы. Необходимо тебе здесь. Когда... Я понял. Чатланин. Побери для начала вот это. Это пропуск каменный век. Ну, давай. Входи. Выбери один из открытых входов. Проверь их все. И принеси часы, которые спрятаны внутри. Отлично. Спасибо, чатланин. Что-нибудь ещё? А, да. Конечно. Подбирай морковку, Коце. И твоё здоровье улучшится. Теперь всё. Возможно, мы когда-нибудь ещё встретимся. Путешествие по хануту. Это моё любимое времяпровождение. Остальное при встрече путешественник. Ку. Ага. Куча. Куча тландец. Я... Собирать харцы? Впрочем, почему нет? В конце концов, жить стало скучновато. Натуре, в натуре скучновато. А, смотрите, могу говорить вот так, и могу говорить так, что потом прямо у себя на ушко. А, ну, каждый раз, если я буду понимать голос, ты будешь очень слишком сильно слышать то, что я говорил. Поэтому лучше давай без этого. Сложное управление всё равно. Чтобы сюда попасть, нам нужно 120 часиков. Так, давайте смотреть, куда я вообще могу попасть. 15, 40... А, 120 это чтобы вернуться к Шотлянцу, да, нам? Каменный век у нас открыт. Потом за 30 можно будет попасть за 5 часиков. 15, 40, 120. Ну, короче, ребят, каменный век у нас в следующей серии, поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Я не знаю, я попытаюсь со временем купить микрофон, потому что я не смогу использовать постоянно веб-камеру, как микрофон. Поэтому всем пока!